Первый осенний холод привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей. Вообще было о чем серьезно подумать. Серьезная большая птица, как лебеди, гуси, утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички. Они давно уже собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелем и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа. — И куда эта мелочь торопится? — ворчал старый селезень, не любивший себя беспокоить. — В свое время все улетим. Не понимаю, о чем тут беспокоиться. — Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объясняла его жена старая утка. — Я был лентяем? — Ты просто несправедлива ко мне. — Может быть, я больше всех забочусь, а только вида не показываю. — Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим. Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась. — Ты посмотри на других-то, лентяй. Вон, наши соседи, гуси и лебеди. Люба на них посмотреть. Живут душа в душу. Небось, лебедь или гусь не бросит своего гнезда, и всегда впереди выводка. — Да-да, а тебе-то до детей дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом, смотреть на тебя даже противно. — Не ворчи, старуха, ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки. Я не виноват, что гусь — глупая птица, и поэтому нянчится со своим выводком. — Вообще, мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Ну зачем? Пусть всякий живет по-своему. Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю. — Какой ты отец? — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе хоть трава не расти. — Ты о Серой Шейке говоришь? Ну что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват. Серой Шейкой они называли свою коллегу-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку леса и схватила утенка. Старая утка смело бросилась на врага и отбила дочь, но одно крылышко осталось сломанным. — Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна оденешенька. — Да, совсем одна. Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть. — Знаешь, старик, а останусь-ка я с ней зимовать вместе? — А другие дети? — Те здоровые обойдутся и без меня. Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. — Уж лучше было бы, если бы лиса тогда совсем ее съела, ведь все равно она должна погибнуть зимой, — думал он. Старая утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы. — Ведь вы вернетесь? — спрашивала Серая Шейка у матери. — Да-да, вернемся, моя дорогая, и опять будем жить все вместе. Для утешения мать рассказала ей несколько случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами. — Как-нибудь, милая, пробьешься, — успокаивала старая утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. — Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда. — Ай, впрочем, что же говорить попусту, ведь все равно нам не перенести тебя туда. Старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку от всех. — Ах, как ей было жаль милой бедной Серой Шейки. Других детей она почти не замечала и не обращала на них внимания. Ей казалось, что она даже совсем их не любит. А как быстро летело время. Был уже целый ряд холодных утренников, а от иния пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалось больше, потому что берега оголели. Береговая поросль быстро теряла листву. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще, хорошего было мало. И который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Серую шейку больше всех огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжало сердце от какого-то тайного предчувствия. И она долго провожала глазами уносившуюся в небо журавлиную сталь. «Как им должно быть хорошо!» — думала серая шейка. А время летело. Быстро летело. Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода была еще покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился с трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзнет целую зиму». Серая шейка держалась в стороне, от косяка как чужая. Все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой утки изболелось сердце, глядя на бедную серую шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется. «Ай, ну как тут останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?» «Ну, трогай!» — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх. Серая шейка осталась на реке одна. И долго-долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись. «Неужели я совсем одна?» — думала серая шейка. «Лучше было бы, если бы тогда леса меня съела». Река, на которой оставалась серая шейка, весело катилась с гор, покрытая густым лесом. Место было глухое, никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял. «Неужели вся река замерзнет?» — думала серая шейка с ужасом. «Скучно ей было одной». Раз со скуки серая шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел заяц. «Ах, как ты меня напугала, глупая!» — проговорил заяц, немного успокоившись. «Душа в пятки ушла!» «И зачем ты толчешься здесь? Ведь утки уже все давно улетели!» «Я не могу летать! Мне лиса перекусила крылышко, когда я была еще совсем маленькой». «Уж это мне лиса!» «Нет хуже зверя! Она и до меня давно добирается!» «Ты берегись ее! Особенно, когда река покроется льдом, как раз цапает!» Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и серая шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством. «Если бы мне крылья, как птицы, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!» «У тебя вот хоть крыльев и нет, но зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду!» — говорил он. «А я постоянно дрожу со страху! У меня кругом враги! Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно!» Скоро выпал и первый снег. А однажды бурлившая днем горная река присмирела. И к ней тихо-тихо подкрался холод. Крепко-крепко обнял гордую непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая шейка была в отчаянии. Не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчения серой шейки дошли до последней степени, когда на берегу показалась леса. Это была та самая леса, которая переломила ей крыло. «А-а-а! Старая знакомая! Здравствуй!» Ласково проговорила леса, останавливаясь на берегу. «Давненько не видались!» «Поздравляю с зимой!» «Уходи, пожалуйста! Я совсем не хочу с тобой разговаривать!» «Ответила серая шейка. Это за мою-то ласку? Хороша же ты! Нечего сказать!» «А, впрочем, про меня много чего лишнего болтают! Сами наделают чего-нибудь, а потом на меня свалят!» «Пока! До свидания!» Когда леса убралась, приковылял заяц и сказал «Берегись, серая шейка! Она опять придет!» И серая шейка тоже начала бояться, как заяц. Бедная даже не смогла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила «Соскучилась я по тебе, уточка! Выходи сюда!» «А не хочешь? Так я сама к тебе приду! Я не спи сива!» И лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У серой шейки замерло сердце. Но лиса не смогла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки. Облизнулась и проговорила «Какая ты глупая уточка!» «Вылезай на лед!» «Ах, впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам!» И лиса начала приходить каждый день проведывать, не застыла ли полынья. «Наступившие морозы делали свое дело. От большой полынье оставалось всего одно окно всажен величиной. Лед был крепкий, и лиса садилась на самом краю. А бедная серая шейка со страху ныряла в воду, а лиса сидела и зло подсмеивалась над ней. «Ныряй, ныряй, а я тебя все равно съем!» «Выходи лучше сама!» А заяц видел все с берега, что проделывала лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем. «Ах, какая бессовестная эта лиса! Какая несчастная эта серая шейка! Съест ее лиса!» По всей вероятности, лиса и съела бы серую шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами. Дело было утром. Заяц выскочил из своего логова покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело. «Братцы, берегись!» — крикнул кто-то. Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок-охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, какого бы зайца застрелить. «Эх, теплая старухи шуба будет!» — соображал он, выбирая самого крупного зайца. Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие. «Эх, лукавцы!» — рассердился старичок. «Вот уже я вас!» «Того не понимают глупые, что нельзя старухе без шубы! Не мерзнуть же ей!» «А вы, Акинтича, не обманете, сколько не бегайте!» «Акинтич-то похитрее будет!» «А старуха Акинтичу вон как наказала!» «Ты смотри, старик, без шубы не приходи, а вы сегать!» Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть. «Эх, старуха, старуха!» «Убежала наша шуба!» — думал он вслух. «Ну вот отдохну и пойду искать другую!» Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, лиса по реке ползет, так и ползет, словно кошка. «Вот так штука!» — обрадовался старичок. «К старухиной шубе вратник сам ползет!» «Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить!» Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за лисы не замечали утки. «Надо ее застрелить, чтобы воротника не испортить!» — соображал старик, прицеливаясь в лесу. «А то вот как старуха будет брониться, если воротник-то в дырьях окажется!» «Тоже своя сноровка везде надобна!» «А без снасти и клопа не убьешь!» Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, что что-то метнулось по льду, и изо всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то развел руками. Воротника как не бывало, а в полынье плавала перепуганная серая шейка. «Вот так штука!» — ахнул старичок, разумеется. «Разводя руками!» «В первый раз вижу, как лиса в будку обратилась!» «Хэ! Ну и хитер, зверь!» «Дедушка!» «Лиса убежала!» — объясняла серая шейка. «Убежала?» «Вот тебе старуха и вратник к шубе!» «Что же я теперь буду делать-то, а?» «Ой, ну и грех-то вышел!» «А ты, глупая, зачем тут плаваешь?» «А я, дедушка, не смогла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено». «Эх, глупая, глупая!» «Так ведь ты замерзнешь тут!» «Или лиса тебя съест!» «Да!» Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил. «А мы вот что с тобой сделаем!» «Я тебя внучкам унесу!» «Вот ты обрадуется!» «А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь!» «Так я говорю!» «Вот то-то глупое!» Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу!» соображал он, направляясь домой. «Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляют в лесу!» «Главное, внучки вот как обрадуются!» Зайцы все это видели и весело смеялись. «Ничего, старуха я без шубы на печке не замерзнет!»